Ассаламу алейкум, дорогие телезрители, с вами программа «Семейный доктор». Тема нашей передачи очень распространенная, коварная, нещадящая рот человеческий, патология, вирусный гепатит, о том, что он из себя представляет и самое главное, к чему он может привести, каким осложнениям, вы узнаете. Сегодня у нас в программе «Не переключайтесь», будьте с нами, будет интересно. Вирусный гепатит представляет собой угрозу, которая может обернуться и привести человека к летальному исходу, если вовремя не обратиться к квалифицированным специалистам. А лечат и ведут это заболевание врачи-гепатологи и терапевты. Вы должны запомнить, дорогие телезрители, своевременное обращение к специалистам и своевременная диагностика не приведет вас к угрожающим жизни последствиям. Но прежде чем мы узнаем, что из себя представляет вирусный гепатит, давайте поподробнее расспросим и узнаем у врачей о функции нашей печени и ее предназначений. Печень является самым крупным органом человеческого организма, является частью, вернее, выполняет функции части органов пищеварения и располагается в правой части брюшной полости, в частности, в правом подреберье. Состоит из двух доли, правой и левой доли. Вес примерно составляет от полторы до двух килограммов, в зависимости от конституции человека. Функция печени, она очень уникальная и многогранная, выполняет множество функций. Вообще в простонародье для людей это известно как самый крупный фильтр нашего организма. Кровоснабжается крупными сосудами. Через эти сосуды, конечно, печень поступает все, что человеческий организм воспринимает. И, естественно, там происходит фильтрация. Фильтрация, то есть детоксикация. И таким образом чистая кровь, очищенная кровь уже поступает во все органы тканей. И если идет поражение печени, конечно, пострадает не только именно этот орган, может пострадать весь организм. С функциональной частью печени разобрались. Созданный всевышним человеческий организм уникален по своей природе. Но существуют грозные заболевания, и одним из них является вирусный гепатит. Вирусные гепатиты – это группа инфекционных заболеваний. Причиной которой является вирус, сам вирус, который проникает в организм различными путями и поражает весь организм. Избирательным местом поражения является печень. Причиной вирусного гепатита, я уже говорила, это вирусы. И вирусы, в свою очередь, делятся на несколько групп. Самыми распространенными на сегодня являются вирус гепатита В и Ца. Если мы возьмем острый вирусный гепатит, там, конечно, основной вирус – это вирус гепатита А. Гепатит А – это самая распространенная желтуха, которую большинство людей переносят еще в детстве. Ее называют болезнью немытых рук. Хотя заразиться ею можно также через грязные фрукты и овощи. Не кипяченую воду. Этот тип гепатита никогда не становится хроническим, не влияет на дальнейшую жизнь человека. Хотелось бы отметить, что вирусный гепатит А отличается от вирусов гепатита В и Ц устойчивостью к кислой среде. Поэтому попадает в организм человека через рот и не погибает в кислой среде желудка. Впервые я столкнулась, будучи молодым врачом, в 1978 году, когда была большая эпидемия вирусного гепатита в Казахстане. Тогда мы находились в Казахстане. Основной причиной тогда признали водный фактор. Тогда было время Советского Союза. Конечно, на помощь приехали со всего Советского Союза. И в основном работал Тюбинский медицинский институт. Были развернуты большие госпитали, больницы. И болела вся Казлардинская область. От мала до велика. Болела. Значит, были тяжелые течения. Ну, самыми впечатлительными, оставляющими такой глубокий след, это было сочетание вируса, вирусного гепатита и беременности. Дорогие и будущие мамы, во время беременности следует трижды сдать анализы на гепатит В и С. Иначе в обычный неинфекционный роддом дорога вам будет закрыта. Если разобраться в том, что такое вирусный гепатит, становится понятно, почему этим исследованиям врачи-акушеры уделяют такое большое внимание. Если гепатит при беременности выявлен впервые, это не приговор. При грамотном ведении беременности и родов ребенок родится здоровым и не заразится инфекцией. Я являюсь врачом-терапевтом. Я сталкиваюсь с хроническими вирусными гепатитами и сталкиваюсь с токсическими гепатитами. На сегодня проблему представляет вирус гепатита В и С. Это как, ну, даже сравнимо с заболеванием, как СПИД, ВИЧ. На самом деле они ничем не отличаются. В строении молекулярном там всего лишь разница в одной оболочке. И что печально, конечно, на сегодняшний день они протекают. Вместе идут вирус гепатита В и С. Теоретически считается, что 15% населения мира заражены вирусом гепатита В, и они являются носителями вируса гепатита В. Заболевание чаще всего протекает бессимптомно, однако возможны некоторые неспецифические проявления. На протяжении почти полугода его могут беспокоить общие жалобы. Слабость, недомогание, быстрая утомляемость, снижение работоспособности, снижение аппетита. Необъяснимая слабость. Немотивированная слабость. На протяжении где-то 5-6 месяцев. Потом уже начинают появляться признаки пожилцения. Хронические вирусные гепатиты В и С могут протекать под маской разных заболеваний. Все, что угодно человек может думать. И заболевания суставов, и заболевания нервной системы, эндокринной системы. То есть под маской разных заболеваний человек может долго ходить. И если целенаправленно не обследоваться, человек может даже и не знать, что у него вирусный гепатит В или С. Гепатит В считается острым на протяжении первых 6 месяцев после инфицирования. У 9 из 10 инфицированных взрослых острый гепатит В самостоятельно проходит в первые 6 месяцев после заражения. У остальных переходит в хроническую форму. Гепатит С редко проходит самостоятельно, а без лечения переходит в хроническую форму почти в 80 случаев. А в дальнейшем, если не обратиться к квалифицированным специалистам и сидеть сложа руки, может обернуться и циррозом. Дорогие телезрители, мы с вами узнали о причинах возникновения, о симптомах этой патологии. Сейчас мы направляемся в отделение хирургии, где нас ждет врач, который расскажет нам об осложнениях. Какие осложнения ждут человека, который вовремя не обратился к квалифицированным специалистам? Здравствуйте, меня зовут Серев, журналист телеканала АСЛАРНА. В рамках телеканала мы снимаем информационно-познавательную программу «Семейный доктор». Тема нашей передачи – вирусный гепатит. Мы уже узнали о причинах возникновения, о симптоматике этой патологии. Расскажите нам, какие на сегодняшний день существуют осложнения этого заболевания? Цирроз печени является большой социальной проблемой. Пути решения этой проблемы, во-первых, профилактики заболеваемости вирусным гепатитом, профилактики наркомании, профилактики алкоголизма. Это, как вы знаете, здоровый образ жизни, это здоровое питание, это формирование здоровых пищевых привычек. И большое значение имеет профилактика заболеваемости, а также своевременное выявление заболевания для того, чтобы не развивались осложнения, особенно такие грозные осложнения, как варикозное расширение вен, кровотечение, которые нередко могут иметь фатальные последствия для больных. Чтобы обнаружить цирроз печени, существуют эффективные методы диагностики. Биопсия печени нам дает наиболее точные виды поражения печеночных клеток. Есть цирроз или нет? Если есть цирроз печени, то на какой стадии? Ну, эта процедура очень такая болезненная процедура, потому что путем вкалывания, укалывания, и мы должны взять пункт от испечения. Ну, немножечко болезненная процедура, но очень точная диагностика именно в определении фиброза. Поэтому сейчас как бы существует новый аппарат, современный аппарат. Ну, в принципе, этот аппарат появился еще в 2012 году у нас в Казахстане. Он определяет путем, ну, тоже как лучевой диагностики, определяет именно степень фиброза печени, спектр поражения. То есть благодаря этому аппарату мы можем определить цирроз печени на очень ранних стадиях. Какие в настоящее время существуют методы лечения? Задачи нашей экстренной хирургии по палеотивное лечение больных, которые поступают к нам с кровотечением, мы проводим медикаментозную терапию и занимаемся временной остановкой кровотечения. Ну, из методов, которые мы используем, мы используем из медикаментозных препаратов, это средства, как средства остановки кровотечения, гемостатики, так и препараты, снижающие общий спалонхинический кровоток, в спалонхинической системе. Мы восполняем объем циркулирующей крови, так как эти больные нередко поступают в состояние геморрагического шока. Мы занимаемся дезинтоксикацией, так как, как правило, это больные с тяжелой печеночной недостаточностью, с гепатеринальным синдромом, который, кстати, усугубляет последствия кровотечения. А вот сейчас, на сегодня у нас зарегистрирован препарат Тенофавир и Зефикс. Вот эти два препарата зарегистрированы, но, к сожалению, пока они как бы в состав бесплатных лекарств, еще не включены, но я думаю, что очень скоро тоже наиболее эффективные препараты включатся. Чем мы можем похвастаться, это по лечению гепатита С. В любом случае, вирус гепатитов на сегодня победим, люди лечатся, новые препараты разрабатываются, проходят клинические исследования, и думаю, что у нас будет в будущем вообще жизнь без вируса на всей земле, потому что приняты программы не только у нас в стране, приняты программы Всемирной организации здравоохранения. То есть до 30-го года мы должны ликвидировать полностью вирусные гепатиты на земле. Предупредить любое начало вирусного гепатита или других патологий начинается с профилактических мероприятий. Мы, конечно, должны работать над предупреждением таких заболеваний. Во-первых, профилактикой заболеваемости вирусным гепатитом, чтобы снизить количество больных алкоголизмом, профилактикой наркомании, формирование здорового образа жизни, занятие спортом, формирование здоровых пищевых привычек, правильное питание. Это основные меры профилактики, которые будут способствовать оздоровлению нашего населения. И в конце нашей программы, дорогие телезрители, хочу пожелать всем крепкого здоровья, как физического, так и духовного. Ну а ключ к успеху и благополучию лежит в нашем образе жизни. Занимайтесь физической культурой и спортом. Почаще ходите в горы на природу. Не теряйте своего драгоценного времени. Ну а с вами была программа «Семейный доктор». Берегите себя, своих близких и будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин